Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня день Карачаево-Черкесии и города Черкеска. Из-за эпидемиологических ограничений этот день прошел без массовых гуляний. Но состоялись несколько важных мероприятий, которые стали большим подарком для жителей. В республику с первой рабочей поездкой прибыл заместитель председателя правительства России Александр Новак. Первым пунктом в программе стал всесезонный туристко-рекреационный комплекс Архиз. Вице-премьер осмотрел объекты горнолыжной и туристической инфраструктуры. Было отмечено, что за минувший год Карачаево-Черкесию посетило 1 млн 540 тыс. туристов, что в три раза больше численности населения республики. В Архизе же побывало более 500 тыс. отдыхающих. Горнолыжный сезон-курорт завершил с приростом посещаемости 67%. В начале года введена в эксплуатацию новая канатная дорога, что дает возможность туристам подниматься на рекордную для Архиза высоту 2840 метров. А с учетом возможностей курорта и его популярности целесообразно увеличить пропускную способность объектов курорта. Это возможно сделать за счет объединения трех поселков. Романтик, Лунная поляна и Дука в кольцо. Тогда общая протяженность канатных дорог и трасса составит 127 километров. Это также решит проблему загруженности канатных дорог. Отличный подарок получили сегодня жители аула Новая Тиберда. Впервые в истории в их домах появилось голубое топливо. В торжественной церемонии пуска газа приняли участие вице-премьер правительства России Александр Новак, глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов, начальник департамента ПАО «Газпром» Вадим Марков и генеральный директор «Газпром-межрегионгаз» Сергей Густав. Радость жителей Карачаевского района разделил и корреспондент Вестей Мураджан-Кезов. Благодаря реализации «Газпромом» программы газификации регионов России на минувшей неделе газ пришел в еще один населенный пункт Карачаева-Черкесии – Новую Тиберду. В многочисленной семье Булатовых совсем недавно произошло радостное событие. В их дом пришел долгожданный газ. Теперь нет необходимости заготавливать дрова и уголь, теряя не только немалые средства, но и здоровье. Отапливали раньше дровами. Вот там дрова. Заготавливали 2-3 машины больших. И с осени до весны вручную таскали в котельную, отапливали опять на второй день по новой. Ну и так каждый день до весны, потому что отопление на дровах делали. Тем временем на открытой площадке собрались жители и гости на торжество. Гостей встретили традиционной чашей айрана и зажигательными танцами. Большое внимание Карачао-Черкесии уделяет наш президент, правительство Российской Федерации. И я хочу сказать, что мы будем помогать и решать те вопросы, которые требуются для продолжения социально-экономического развития Карачао-Черкесской Республики, для улучшения качества жизни жителей, проживающих здесь. И хочу всем пожелать сегодня в этот день праздничный здоровья, благополучия. В первую очередь я хотел бы поблагодарить вас, жителей, за то терпение, которое все-таки долгие годы мы говорили о газификации этого района. И вот наконец-таки мы в принципе уже подходим к тому, чтобы 100% район был у нас газифицирован. И также мы уже двигаемся к тому, чтобы на сегодняшний день 82% газифицированная республика. Я думаю, что в ближайшее время республика будет газифицирована полностью. Затем состоялся торжественный пуск газа. Газопровод Карачао-Стеберда длиной почти в 30 километров. Ввод объекта в эксплуатацию позволил сформировать условия для подключения к газоснабжению более 4200 домовладений. В ауле Новая Теберда уже подключены 6 потребителей по улице Центральная. Жители села теперь смогут забыть об устаревших способах отопления на дровах или угле. Пуск голубого топлива в дома новотебердинцев, ставший настоящим праздником для сельчан, еще раз подтвердил, что «Газпром» свои обещания выполняет. Согласно принятой программе газификации, к 2026 году технически возможную сетевую газификацию республики планируется завершить полностью. Мурат Шанкёзов, Расул Берди, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район. Мечты обеспеченной и теплой зиме стали явлением для жителей микрорайона Северной и Городовой Джигуты. Работы по прокладке газопроводов среднего и низкого давления для уличных разводящих сетей, начатые в июле, как и планировалось, завершены до начала топительного сезона. Ахмат Халкечев продолжит. Расул Берди, Вести Карачаевский район. Президента Владимира Путина подняла жительница райцентра Роза Капушева. Газификация микрорайона по плану была намечена к 2022 году. Форсировать начало строительства удалось благодаря активному содействию главы Рашида Темрезова. Большой сюрприз ожидал Розу Беяслановну сегодня, в день празднования Дня Республики. К ней в дом приехали высокие гости и не с пустыми руками. Тепло раньше какое было? За счет чего? Да, 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 топили электричество? Электричество, наверное, дорого. Сейчас будет дешевле. Надеюсь. Ну вот первые зимние. Пускали уже котелы? Ну проверили, показали, да, все как бы. Семья большая? Мои детей, муж, я. Как настроение в целом? Отличное. Чувство радости переполняют и соседи Капушевых Зурида Магомедова, хоть еще и продолжает отопливать свои жилища дробами, но точно знает, что недолго осталось длиться ее мытарством. В семье есть инвалид, ребенок. Как-то приходилось выкарабкиваться, а ей-то в тепле вообще надо находиться. После каждой операции нам тяжело было в холоде ее держать. Глава Республики тоже сыграл свою роль. Без этого тоже никак. Все равно поддержка чувствуется. В данный момент здесь заселены 348 домов, из которых полный комплект документов, необходимых при подключении газопроводной сети, имеют 198. Газифицировано 58 домовладений. Ну а проектные мощности самой новой системы рассчитаны на обеспечение головым топливом всех земельных участков, коих здесь свыше одной тысячи. Акмар Халкечев, Роберт Джигутанов, Вестикрачево-Черкесия, Ужигутинский район. После в Черкесске состоялось совещание под председательством вице-премьера Александра Новака. Об этом расскажем после прогноза погоды на завтра. Существенных осадков ветра восточные 5-10 метров в секунду. Порывы до 11-14. Температура ночью 6-8, а днем 19-21 градусов тепла. Вятские меха в Черкесске. Шубы по низким ценам в рассрочку. Куртка в подарок. Торговый центр «Панорама». Первый этаж. Скоро в школу классные столы по классным ценам. Весь сентябрь от мебели белорусской. Ждем вас. Спешите. С 18 сентября в Кисловодском цирке уникальная программа. Экзотик-шоу «Алибрувер». Девчонки, они снова приехали. Шубы от Снежки в Черкесске. С 8 по 12 сентября в Центре развития предпринимательства обновленный ассортимент норковых шуб. Рассрочка на три года без первого взноса и переплат. А меховой жилет в подарок. Продолжаем выпуск. И сегодня же в Черкесске состоялась двухсторонняя встреча заместителя председателя правительства России и главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова. Стороны говорили о социально-экономическом развитии региона. В ходе встречи отмечено, что руководство республики на достойном уровне и успешно работает над развитием региона, улучшением качества жизни граждан. В свою очередь Рашид Тимрезов поделился планами на ближайшую перспективу. Затем под председательством Александра Новака прошло расширенное совещание. Был рассмотрен вопрос выполнения поручений президента России по подведению газа к частным домовладениям. Александр Новак положительно оценил работу по газификации Карачаева Черкесии и пообещал оказывать всестороннюю поддержку по каждому из стратегических направлений развития региона. Работа в регионе поставлена на самом высоком уровне по исполнению поручений президента. Только что мы заслушали руководителя штаба регионального, который отлично доложил о том, как идет работа с информированием населения, по приему заявок, по обратной связи. В регионе подписана программа совместная с Газпромом, идет работа по в целом и газификации тех населенных пунктов, где еще нет газа. Как сегодня мы обсуждали, к 2025 году постараются газифицировать все населенные пункты. То есть это будет масштабная работа. Я тоже хочу поблагодарить главу региона за его личное внимание, которое он уделяет этому вопросу, потому что действительно без этого, наверное, невозможно было бы реализовать, без совместной работы властей вместе с компаниями, которые занимаются этим вопросом. В частности, Газпром газораспределения. И весь из оперштаба. Сегодня в Карачае-Черкесии выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 24 361 человек. Человек из них 21 833 выздоровели, 643 госпитализированы. Четверть жителей Карачае-Черкесии привились от COVID-19, более 101 тысячи завершили оба этапа вакцинации. И возвращаясь к сегодняшнему празднику, Дню Республики, в адрес главы и жителей сегодня весь день поступают поздравительные телеграммы. Слова поздравлений направили полпредпрезидента ВСКФО Юрий Чайко, главы субъектов. Красота природы, богатство недр и великолепный климат прославили наш край далеко за пределами. Главное впечатление, которое гости увозят с собой из республики, это невероятное гостеприимство, доброжелательность и искренность местных жителей, которые, в свою очередь, очень любят свою малую родину и желают ей процветания. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас продолжение сериала «Частная жизнь». Субтитры подогнал «Симон»!